День возрождения карачаевского народа, он же праздник дружбы, прошел на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Организаторы – администрация Карачаевского района. Программа более чем насыщенная. Конный пробег, различные конкурсы, конечно же, концерт и традиционные угощения. В атмосферу праздника прониклась Алла Качиева. Перевал Гумбаше. Здесь, у подножия Эльбруса, где захватывает дух от удивительной природы, где открываются взору вид на главный Кавказский хребет, где орлы парят меж скал, где от горного чистого воздуха немного кружится голова, на высоте более чем 2000 метров над уровнем моря, и было решено провести поистине народный праздник – День возрождения карачаевского народа. И не случайно. В эти места, на историческую родину, где высокие горы, густые леса, чистые реки, где на альпийских лугах паслись стада их коров, оторо овец, табуны лошадей, и стремились карачаевцы, будучи 14 лет на ссылке. Организаторы масштабного мероприятия – администрация Карачаевского района. Со мной сегодня мой внук Шамиль. У меня два внука. Они живут в Черкесске. Но на выходные ко мне приезжают. Они просятся. И мы хотим, когда я их спрашиваю, хотите кафе? Они говорят, нет, мы хотим мору. Потому что они вот горцы наши, лошади любят, знают свой аул. Я думаю, это очень важно, потому что каждый из нас должен учить своих детей. Потому что это наше будущее. Чтобы они знали свои традиции, свои обычаи. Потому что они будут жить и развиваться. Поэтому для меня это очень важно. Призовой фонд – один миллион рублей. В программу праздничного мероприятия были включены состязания и конкурсы на знания обычаев, традиции, культуры карачаевского народа. Лошадь всегда занимала особое место в жизни горца. И сегодняшнее мероприятие началось с конного пробега. 70 всадников соревновались в забеге на 37 километров по горной местности. В соревновании на выявление самых выносливых скакунов участвовали представители городов и районов Карачева-Черкесии и практически всех регионов СКФО. Это задание не для слабых. И всадник, и лошадь должны быть хорошо подготовлены. Ну а тем временем на импровизированной сцене начался концерт артистов Карачаевского района. Музыкальные номера перемежали с конкурсами для девушек. Пеленание ребёнка в люльке продемонстрировали три горянки. А члены жюри их оценивали. Испокон веков существовали определённые правила. Сегодня девушки рассказали и показали этот обряд. Победители выбирали по трём критериям. Пеленание, исполнение колыбельной для малыша и внешний вид. В итоге участницы набрали одинаковое количество баллов и всем им достался денежный приз. А следующий конкурс, где приняли участие горянки, пока с традиционного карачаевского платья. Здесь оценивались полнота образа, наличие национальной атрибутики. Участница под номером пять Амина Ябекуева из аула Каменомост. Она с интересом изучает историю своего народа, увлекается золотым шитьём. Ей и присудили первое место в этом конкурсе. Мне это очень дело интересно. Я хочу продвигать свой народ, свои традиции, знать и чтить своих предков. Мне сшила моя бабушка. Она увлекается этим делом. И вот мне от неё, наверное, передалось это, скорее всего. Мне очень нравится это дело. Карачаевцы, как и все народы Кавказа, отличались всегда гостеприимством. Блюдами национальной кухни угощали всех собравшихся. Издревле у карачаевского народа никакое торжество не обходилось без традиционных хачанов. Ну и, конечно же, без напитка долголетия Айрана. Приятного аппетита! Праздник возрождения разделили представители других репрессированных народов Кавказа – ингушского и балкарского. Известные артисты Эльдар Жаникаев и Леман Альгиева исполнили для собравшихся свои популярные хиты. Они пожелали всем народам сплочённости, мира, дружбы и процветания. В исполнении Лемана Альгиевой, которая приехала на праздник с мамой Луизой, прозвучал гимн братства. Собравшимся, Лема преподнесла особый подарок, исполнив песню на карачаевском языке «Карачайде шла». И получила Леман Альгиева ответный подарок. Глава Карачаевского района Спартак Кущетеров преподнёс в дар исполнительнице лошадь карачаевской породы с семенным седлом. Какая ты красавица! Я слышала, как славится карачаевская лошадь. Для меня это большая честь. Я буду бережно носиться. А на соседней площадке только так летели щепки. Испытание зятя Кью Том Раут – конкурс, который определил лучшего в этом деле. Участник должен был продемонстрировать скорость, умение и силу в раскалывании полена. Первым задание выполнил Канамат Хубиев из Джинни-река и поделился секретами успеха. За счёт техники, наверное. А сколько тренировались? Вообще умеете? Лет 10. Откуда вообще такое? Лесом занимаюсь, детство. Бег в гору – ещё одно испытание для мужчин. Участники после старта поднимались на гору по извилистой дороге. Возможность испытать свою выносливость и волю к победе дали джигитам Карачаевского района. Первым до финиша с хорошим отрывом добежал Асхат Кипкеев из Учкулана. Ему и достался главный денежный приз. Ну а в конце определились победители в конном пробеге. Пять всадников, которые первыми пересекли финишную прямую, получили денежные награды. В их числе – жокей Роберт Тугов из Красного Востока. На жеребце «Мальчик» владельца Рустама Каблахова занял третье место. «Мы сегодня довольны вашим праздником. Мы как могли поддержали. Как могли мы пришли». На втором месте Хусей Морзаеве – села важная. На четвёртом – наурус Тимирбулатов из Кисловодска. На пятом – жокей из Кабардино-Балкарии Алан Асанов. А турнирную таблицу возглавил участник под номером 50. Жокей Руслан Гачияев на лошади карачаевской породы наследник. Владельца – Тимурлана Тимирбулатова из Кисловодска. Им и достался главный трофей – в 500 тысяч рублей. «Это у нас в крови, поэтому не тяжело». Алла Качиева, Михаил Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Гумбаши, Карачаевский район.